Всем привет дорогие друзья! В апреле этого года на российских серверах появилась новая версия под названием Прожит Ева. Это новое ответвление Эссенса, смысл которого понимали не все игроки. Но сейчас постепенно многие переходят именно играть на Еву, а те кто не стартанули сразу, ожидают новые сервера этой версии. И вот на Корее появилось новое обновление, сделанное специально под Прожит Еву. А вот что в нём добавили, давайте разбираться. Ну и не забывай, что это тоже можно стартануть в новую для себя историю. Трегайся по ссылке в описании, забирай свои бонусы и готовься к патче. Ну а мы переходим к первому пункту. Вместе с новой обновой добавили ещё один сервер Папурион. Помимо этого ввели в сессионку подводный каньон Папуриона. Это первое в линейдж 2 место для подводной охоты, которое меняется в зависимости от глубины воды. В дополнение к высокому опыту для персонажа также будет добавлена новая краска, которая будет доступна в качестве дропа с мобов. Усилитель же краски будет доступен в больших количествах в качестве награды за дроп из подводного каньона Папуриона, который будет передаваемый, что позволит добывать достаточное количество усилителя только при убийстве монстров, как например талисманы Бенира, доступные в настоящее время в охотничьих угодьях. Краски, как вы понимаете, будут отличаться от привычных красок с эссенса. Скрытая сила будет зависеть от уровня красок, и её не придётся качать каждый день. А уже в следующем патче добавят битву с драконом Папурионом. Это ещё один РБ-босс, про которого пока нет инфы. Но вот думаю дроп с него будет действительно стоящим. Вместе с открытием сервера все игроки получили наборы с наградой за уровень, где выдавались книги на 1-3 звезды, плюс 8-е агатионы, камни 4-го уровня, эликсир, венцы, маски, пояса, подвески и в общем-то практически всё особое снаряжение для всех слотов. Второй набор «Сверхбыстрый рост, полное усиление» содержал в себе агатионы плюс 8-е, талисман Адена плюс 6, плащ защиты плюс 6, доспехи охотника на плюс 5, светки на увлечение опыта, стражевой башни и покровительство инкозад количестве 2000 штук. Также книги на 1-3 звезды, руну развития первого уровня, осколки руны развития 100 штук и упаковка с хранителем на выбор. Это если что новые питомцы. Также был и третий набор. В него входили купон на оружие босса плюс 5, купон на особые доспехи тоже на плюс 5, сергоевы плюс 4, кольца оранга тоже на плюс 4, ожерельн хазад на плюс 5, купон на драгоценный самоцвет 450 штук, талисман Баюма, эликсиры 2 штуки, купон на улучшенную куклу, купон на исключительную куклу, обычные купоны на призыв кукол 330 штук, 30 магических табличек, купон на умение хранителя, купон на аксессуары для хранителя 3 штуки, купон на умение хранителей, купон на аксессуары для хранителя, стой печати герана, купоны насоски и огромное количество руды духов. Помимо наборов также были введены ивенты. Добавили храм воды, там будет увеличен опыт с локации и добавили возможность формить специальную экипировку. Храм от стакана тоже поменяли, и теперь он будет доступен игрокам круглые сутки. И казалось бы, что у наград и подарков и так очень много, но сервер Фофорион дополнительно получил набор с книгой на выбор, начиная от книги мастера до книги 3 звезды, а также коробка призыва куклы обычная-героическая 30 штук. Вот такое отдельное обновление получил Прожит Ева. Вместе с ним пришли новые подземелья, новая система красок, новые наборы, новые сервера и эпический рейд босс. И прошу заметить, что наборы получились действительно жирные, а новые локации так вообще доступны всем игрокам на любом уровне буста. Лично мне обнова очень понравилась, и я бы с удовольствием залетел на новый сервер этой версии. Сейчас большинство игроков пересмотрело свое мнение о Прожит Еве, поэтому уверен, что нас ожидает более грандиозный старт, по сравнению с предыдущим. Обязательно напиши в комментариях, хотел бы Леттея залететь на новые серваки. И в целом, каково твое впечатление об Еве спустя более полугода игры? Ну и не забывайте, что новые игроки могут попробовать стартануть по ссылке в описании с бонусами, ведь это вам поможет быстрее втянуться и разобраться в игре. А на этом видео подошло к концу. С вами как всегда был Вайт, спасибо за просмотр, пока-пока. Мир Линейдж 2 Эссенс ждут большие изменения. Высшие эльфы в деле! Новая раса готова покорить Эль Мараден и твое сердечко. Сразу два новых класса. Надежный танк, божественный храмовник и повелитель стихии, меняющий сферы сил природы, как перчатки. Дальше, больше, успей подготовиться. Играй в Линейдж 2 Эссенс на Фогейме. Играй в Линейдж 2 Эссенс на Фогейме.